Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа 7 минут. И сегодня у нас в гостях мой коллега, журналист, ведущий колонки губернатора в газете «Комсомольская правда» Виктор Гракова. Здравствуйте, Виктор! Здравствуйте! Ну, для начала давайте с вами поговорим просто о вашей газете. Она одна из старейших, насколько я знаю, в нашей стране. Первый выпуск, если мне память не изменяет, был аж в 1925 году. Вот на сегодняшний день, что из себя представляет «Комсомольская правда»? Не знаю, какие принципы подачи информации, каких принципов вы придерживаетесь? На сегодняшний день «Комсомольская правда» остается одной из немногих газет вообще в России, в частности в Рязанской области, которая кроме еженедельного формата выходит также еще ежедневно. Кроме того, вот уже около трех лет у «Комсомольской правды» в Рязани есть собственный сайт, который можно посмотреть по адресу kp.ru. Ну, или если у кого-то там, например, не рязанский айпите, кто выходит с мобильных модемов, добавляется рязанский префикс ruazan.kp.ru. То есть «Комсомольская правда» – это сейчас уже не только газета, это такое разностороннее, так скажем, издание, которое предоставляет в зависимости от версии публикации, от газеты ежедневной, от еженедельника, который мы называем «Толстушкой» вслед за нашими читателями и сайта. Вот в зависимости от разной формы предоставляет, в общем-то, достаточно разное содержание. Если мы говорим о сайте, то это максимум информации и новостной, и аналитической. Потом что-то из этой информации идет в ежедневные выпуски. Ну и для еженедельников обычно мы информацию еще более расширяем, дорабатываем, уже добавляем туда больше аналитики. И, собственно, публикуется это все в еженедельных выпусках, которые у нас выходят по четвергам, а скоро будут выходить по средам. Насколько я понимаю, вы охватываете абсолютно все стороны нашей жизни, и политика, и социальная тематика, и культура? Да, мы стараемся давать такую разную объемную картину. Более того, мы весной запустили такой довольно интересный, на наш взгляд, проект, который мы будем скоро продолжать. Мы выезжаем в райцентры области, и оттуда на сайте ведем, ну, такую онлайн-трансляцию с целью создать такую глобальную информационную картину одного дня. Мы уже посетили Михайлов и Скопин. В Скопине получилась достаточно интересная такая картина, очень разносторонняя, но действительно, как нам потом читатели говорили, складывается такое ощущение, чем живет маленький город. И вот ориентировочно на 10 октября у нас запланирован такой же выезд в Касимов, где мы не только собираем информацию и публикуем, мы общаемся с людьми, они нам рассказывают об их проблемах. Ну, получается, такой проект, на наш взгляд, довольно интересный, потому что жители глубинки у нас сейчас оказываются немножко выключенными из информационной картины. Мы про них пишем обычно, если там что-то нехорошее случается. А хорошего там тоже случается много, и об этом тоже нужно писать. Как Ваша газета поддерживает обратную связь с читателями? Обратную связь традиционно, наверное, это еще с советских времен одна из сильных сторон комсомольской правды. Но мы вообще считаем, что газетам сейчас, ну, все знают, что газетам сейчас не очень просто выживать, потому что интернет вытесняет. Но преимущество газет именно в том, что читатели бумажной версии, так скажем, они гораздо охотнее контактируют с журналистами, они гораздо охотнее звонят, пишут. Мы письма получаем до сих пор, и получаем их немало различных с проблемами, с предложениями, с вопросами. И по телефону тоже люди обращаются, задают какие-то вопросы, просят какие-то их проблемы решить. И один из таких наших проектов, который помогает нам эту обратную связь поддерживать, это то, что у нас выходит под названием «Колонка губернатора». То есть, с точки зрения жанра журналистики, это, конечно, не совсем «Колонка», это такая растянутая во времени прямая линия, которая у нас идет уже около пяти лет. И все это время люди звонят и задают туда свои вопросы. То есть, в чем суть? Звонит человек и через редакцию, общаясь с журналистом, минуя какие-то там общественные приемные или официальные приемные, задает вопрос или жалуется на какую-то проблему, или наоборот что-то советует. У нас бывает и такое. И вся эта информация, проходя достаточно короткий путь, попадает на стол в главе региона. И, собственно, через какое-то время человек ответ на свой вопрос получает либо в частном порядке, если он этого хочет. У нас бывают такие ситуации, когда человек обращается с сугубо личной проблемой. Либо чаще всего ответ у нас публикуется в газете на первой полосе нашей местной рязанской вкладки. Насколько на данный момент это популярно среди рязанцев? Насколько часто они обращаются? Обращаются довольно часто. Во всяком случае, мы получаем гораздо больше вопросов, чем можем публиковать ответов, скажем так. Ну, опять же, я повторюсь, многие получают в частном порядке ответы не через газету. Но, скажем, если мы публикуем два, иногда три ответа в одном выпуске в неделю, то вопросов мы в некоторой неделе получаем около десяти. И губернатор на все десять точно отвечает? Да. Причем тут мы можем абсолютно честно сказать, когда люди звонят и спрашивают, а это прямо точно прочитает губернатор? Мы со спокойной душой говорим, точно прочитает. А можете сказать, по большей части, с какими проблемами на сегодняшний день люди обращаются к главе региона? Есть типичные проблемы, но нужно разделять город и область. Скажем, если звонят из области, то, скорее всего, ну, чаще всего, на что люди жалуются, это дороги. Это вопросы, касающиеся газификации деревень, их очень много. Людей интересуют сроки, либо если сроки вдруг затягиваются, почему они затягиваются, и когда, наконец-то, люди получат газ? Что касается города, то здесь людей больше интересует в первую очередь благоустройство и какой-то такой, хотя бы на простом уровне, бытовой комфорт. Люди спрашивают про ремонт в дворах. Очень много в свое время было вопросов про очередь в детские сады, сейчас вопросов таких практически не стало, я не помню, когда в последний раз мы такой вопрос получали. Спрашивают про общественный транспорт, причем не только спрашивают, иногда дают советы какие-то по организации общественного транспорта. У нас что-то около года назад, наверное, был вопрос от мужчины, который работал в поселке Соколовка и ездил домой куда-то в район Песочня. И он обратил внимание на то, что 12-й автобус, который ходит через Соколовку поздно вечером, кроме самого этого мужчины, везет двоих-троих человек. И он так подошел с государственным мышлением к этому вопросу и задал губернатору вопрос, Олег Иванович, это же расточительство получается, огромный автобус везет пятерых человек. И действительно, потом через какое-то время этот мужчина нам еще раз звонил и сказал, что пока что один из этих автобусов, но уже по вечерам заменили на небольшой, который не требует расхода топлива. Ну, то есть мысль у него была понятна, да, идет громадный автобус, в нем едут пять человек, потом в автоколонии 1310 садятся сводить баланс, выясняют, что возить людей невыгодно, и приходят к выводу, что проезд нужно сделать дороже. Ну, вот он ответ получил, и через какое-то время проблема вроде бы как начала частично решаться. Итак, чтобы обратиться в колонку губернатора, нужно позвонить или можно написать куда-то на электронный адрес? Можно позвонить, можно написать на наш электронный адрес, многие уже стали так делать, можно по старинке написать нам письмо. Собственно, форма любая, как удобно будет нашим читателям. Может быть, еще несколько слов о планах? Есть что-то такое, что вы задумываете сделать? Ну, о планах я частично уже говорил. 10 октября у нас предстоит нам по планам выезд в Касимово, где мы будем в том числе, кстати, вопросы в колонку губернатора собирать. Мы пытаемся держать и расширять тиражи, мы пытаемся расширять и делать более интересным и удобным наш сайт. Мы пытаемся, в общем-то, работать для людей. У нас задача даже по сайту сейчас, в основном информационные сайты, дают новости, в общем-то, не пережевывая их, так скажем, грубо говоря. Они либо дают пресс-релизы, либо просто сухие новости. То есть мы стараемся все-таки людям объяснять, что случилось, почему это случилось, к чему это может привести. И вот держать такой формат – это наши, наверное, ближайшие и самые главные планы. Ну что ж, Виктор, большое спасибо, что вы к нам сегодня пришли. Поделились полезной, я надеюсь, для рязанцев информацией. Мы желаем вам удачи в вашей работе. Спасибо. Ну а на этом наша программа подходит к концу. Увидимся с вами в следующих выпусках. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok